Константин Бретников каждый день ходит этим путем на работу. Он своими глазами видел, как стремительно тают целые пролеты балюстрады. И решил, хватит просто смотреть. В интернет-блоге сочинец объявил, что собирает народный патруль. Отозвались более 20 человек. Пришли шестеро. Возможно, помешал дождь. Неравнодушные граждане прошли вдоль реки, но хулиганов так и не увидели. К слову сказать, не заметили они и полицейских. Понятно, что такие акции они ситуацию не справят. На самом деле, конечно, этим должны заниматься надзором за тем, чтобы не происходило такого вандализма. Это, наверное, какие-то полиции, как минимум, дружинники, муж казачьи, какие-то патрули. Понятно, что эта набережная будет отремонтирована, но вопрос, как ее отремонтируют. Если просто немножко, так сказать, подчистят, подкрасят, но оставят такого же уровня качества, то, скорее всего, я не хочу предрекать, но, скорее всего, ее начнут ломать снова. Между тем, как заверили в администрации курорта, УВД города проводит проверку сразу по двум направлениям. Одно по факту вандализма, другое в отношении подрядчика, который мог использовать при реконструкции набережной некачественные материалы. Построенный всего год назад парапет начал разрушаться еще до того, как до него добрались злоумышленники. Если проверка подтвердит факт использования некачественных материалов, исправлять ошибку придется самому подрядчику. Сейчас делаются проемы двухметровые. То есть это комплексный сбор конструкций, то есть она уже монолитная. Соответственно, это более тяжелая конструкция, более жесткая, то есть она уже провязана металлическим каркасом. Данные конструкции сейчас уже просушиваются и уже подлежат монтажу. Ситуация находится под личным контролем главы города. Анатолий Пахомов распорядился восстановить милую сердцу сочинцев набережную к 10 декабря. Между тем, расследование продолжается. Вандалы должны ответить по всей строгости закона и возместить ущерб городу.